Голодным методом решил спасать город глава фракции Самопомич Олег Березюк. В знак протеста прямо на согласительном совете Рады он объявил голодовку. Как реагируют его коллеги по парламенту и насколько уместен такого рода перформанс от представителя законодательной власти? В материале Ирины Романовой. На предпоследние перед каникулами сессионная неделя планируют рассмотреть 4 блока вопросов. Завтра финансовую информатизацию, в среду ратификацию, в четверг налоговые таможены. Возможно, успеют проголосовать и судебную реформу. Фракция партии Блок Петра Порошенко закликает поддерживать проект закону про изменения до господарского, цивильного и административного кодексов 62.32. Также больше не можно провалить голосование закону про конституционное проведение. Лидер Самопомич откликнулся на призыв львовского мэра. Говорит, мусорную проблему его родного города превратили в средства давления. И, чтобы помочь, готов к радикальным действиям. Нардеп сразу же покидает зал заседания и в коридоре объясняет журналистам. Генеральная прокуратура подала в суд. Суд заборонил использование сметезвалища. Держава не дала другой альтернативы. Я принял личное решение под креслою. Я принял личное решение, потому что это мое здоровье. И каждый человек должен принимать это решение. А фракция, я надеюсь, будет работать. Спустя полчаса в фейсбуке появилась фотография одинокий Дерезюк на ступеньках администрации президента. Голодась нардеп собирается здесь, пока центральная власть не поможет Львову решить его проблему. Коллеги по парламенту к такому решению относились по-разному. Я считаю, что у Олега Березюка были все основы оголошить голодование против политических репрессий, которые используются против партии Самополич. Очень прикольно, что вопрос, которое нужно решить городской области, которое никто не позволяет решить городской области, на жаль, политизируется. Хотелось бы ответить коллеги с приводу извергления по Львовскому смертю к органам местного соблюдения других регионов. Если увидите Львовскому смертю в Смиле, привезу вам назад и навбориваюсь. Спасибо. Говорили сегодня на согласительном совете о судьбе всех регионов, где уже три года идет АТО. В частности, законопроекция под рабочим названием о реинтеграции оккупированных территорий, которые инициировали в СНБО. Документы изменят формат АТО и позволят задействовать вооруженные силы Украины без объявления войны, рассказывают в президентской фракции. Антитеррористическая операция, как такая, закончила свою фазу. Мы не залишаем ту территорию, мы не отрезаем ее, мы не делаем их изгоями. Мы направляем все свои силы и закрепляем все на законодавчем уровне на реинтеграцию и повернение этой территории и тех людей. У оппозиции свое видение считает, что необходимо придерживаться минских договоренностей. Останним тижнем было очень много противоречивых заявок с боку высшего коронавируса государства относительно конфликтного договоренности. Позиция нашей фракции с самого начала переговора в Минске была поддержка этих договоров. Мы считаем, что переговорный шлях сокращен, что открыт вооруженный конфликт. Готовый законопроект сначала рассмотрят в СНБО, потом на заседании минской группы и передадут в парламент. Проголосовать его, надеются, до конца этой сессии. Ирина Романова, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер.